здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик продолжаем изучать программу иллюстратор я закрою предыдущий документ который мы создавали предыдущем уроке создадим новый пустой документ формата а4 с вот этими параметрами как вы видите сейчас на экране в этом уроке мы научимся хорошо разбираться со слоями в английской версии программы иллюстраторов слои обозначаются как layers также мы научимся использовать и создавать обтравочную маску clipping mask чтоб это проиллюстрировать давайте создадим несколько стандартных объектов возьмем ellipse возьмем многоугольник многоугольник как мы раньше изучали если вы будете нажимать стрелочки вверх вниз можно менять количество углов попробуйте заодно это проделать также давайте создадим звезду количество сторон можно также менять попробуйте менять стрелочками вверх вниз возьмем инструмент в делении и расставим чтобы эти объекты были один под другим перекрывали где-то себя вот таким образом дальше нам понадобится окно слои горячая клавиша f7 в меню это находится в меню окно слои вот она меня открыто я вынесу его к центру экрана она очень похожа на окно которое находится программе photoshop по умолчанию образуется слой 1 давайте раскроем и видим соответственно эти объекты которые мы создавали слой можно заблокировать либо разблокировать чтоб он не двигался сейчас давайте зайдем в меню этой палитры нажмем под крестиком и выберем параметр параметр палитр здесь давайте увеличим на большой размер чтобы нам было более наглядно заметно операции за слоями жмем ok при выделении соответствующего объекта мы видим цветной маркер в виде квадратика в данном случае синего снизу мы видим инструменты по управлению слоями удаление создание нахождение и создание обтравочной маски давайте сейчас создадим еще один новый слой нажав на соответствующей кнопочке образовался у нас слой 2 теперь попробуйте создать подслой нажав на соответствующей кнопочке я нажму несколько раз и вижу вот эту цепочку в каждом слое может создаваться еще под слой для дальнейшей работы давайте зайдем в окно просмотр и вызовем линейки они нам тоже пригодятся заходим линейки жмем control r линейки нам нужны сейчас чтобы создать направляющие практически во всех графических редакторах присутствуют направляющие то есть гайдс по-английски щелкните на линеечке горизонтальный вытяните на лист соответствующую линию это у нас вспомогательный объект видим у нас образовался элемент программе иллюстратор направляющие создаются как отдельные объекты и не формируются на отдельном слое давайте я открою для сравнения конкурент иллюстратора программу коралл и сравним это окно с программой коралл видим что программе коралл существует отдельный слой который называется направляющие программе иллюстратор такого слоя автоматически не формируется но можно создать отдельно любой слой поместить туда нужное количество направляющих давайте это и проделаем я беру объект направляющие и перетягиваю его вот в данном случае слой 5 и тогда мы видим что у меня слой 5 находится мои направляющие которые я могу создавать и ложить в этот слой на слое соответственно конечно можно переименовывать давайте переименуем слой 2 просто 2 поговорим про такой инструмент палитре слоев это обтравочная маска либо clipping mask здесь можно заметить если у вас активен какой-то слой то у нас это значок видите активный если вы выделите какой-то объекта внутри слоя то как мы видим инструмент ли пинг mask либо обтравочная маска у нас уже не доступен то есть чтобы воспользоваться этим инструментом из палитры слоев нужно активизировать сам именно слой где все у нас находится справа слоя вот здесь можно видеть что активный слой у нас помечается белым треугольником если вы делаете сам объект то треугольник остается на слое на котором находится этот объект сейчас давайте поместим документ еще фотографию выполнив команду файл поместить папочку я себе скопировал соответствующую фотографию под видео ссылочка будет мы тоже на этот объект возьмите его выделяем жмем поместить и где-то вот я размещу его вот такого размера давайте выделим соответствующие объекты поместим на самый нижний уровень в этой иерархии объектов теперь давайте применим обтравочную маску которую можно использовать палитре слоев выделяем слой под именем слой 1 и жмем на кнопочки создать отменить обтравочную маску и в данном случае мы можем видеть что верхний объект у нас звездочка выступает в роли трафарета то есть обтравочной маски то есть у него отменяется заливка и обводка он выступает в роли обрезающего объекта и как вы видите в этой обтравочной маске участвуют все объекты которые находятся под нашей звездочкой давайте отменим создание обтравочной маски нажав соответственно control z назад свернем слой 2 чтоб он нам не мешал и создадим дубликат слоя 1 я зажимаю левой клавишей на слое 1 и тяну на кнопочку создания нового слоя появляется плюсик и в этот момент я отпускаю создается дубликат всего слоя с содержимым проделайте то же самое сейчас давайте выделим все объекты которые мы создали на нашей копии для этого щелкаем на вот этом вот кружочке все объекты выделяются и поставим их вниз и создадим здесь обтравочную маску и жмем на соответствующие кнопочки получаем эту маску как мы видим все объекты на этом соучаствуют в обтравочной маске теперь давайте изменим эту ситуацию слое под номером 1 создадим сразу две обтравочных маски чтобы это было лучше заметно давайте рассортируем эти объекты на две группы то есть у нас будет здесь одна обтравочная маска и вторая сейчас я выделю левую группу то есть обвожу ее заходим в меню объект ищем команду обтравочная маска создать control 7 горячей клавиши жмем и видим соответствующее действие теперь выделяем вторую группу и выполняем ту же команду соответственно слоях мы видим что образовалась две группы соответствующими объектами если вам понадобится отредактировать эту обтравочную маску можно проделать следующее выделить этот объект нажать правой клавишей и здесь у нас есть две команды либо отменить обтравочную маску это значит убрать ее вообще либо изолировать для редактирования давайте нажмем изолировать выбранную обтравочную маску и здесь вы можете изменить соответственно на то что вам нужно чтобы выйти из этого режима можно нажать клавишу escape либо нажать на соответствующие кнопочки назад на один уровень а потом еще раз нажать создайте свои обтравочные маски рассмотрим как эти разные объекты будут проводиться на экспорт а для этого давайте выделим все объекты я обведу их а теперь жмем правой клавишей и внизу у нас команда экспорт выбранного похожим окошком мы воспользовались предыдущем уроке здесь у меня уже указана папка куда я буду экспортировать формат png стоит и как вы видите сама иконка либо то что мы будем экспортировать и здесь можно заметить что у нас присутствует не 3 обтравочных маски а 2 то есть вот это вот вот это вот обтравочная маска которая у нас создавалась для всего слоя она у нас параметрах экспорта не участвует и теперь жмем на соответствующие кнопочки экспорт ресурса и и видим соответствующий объект давайте его назовем под номером 6 также этот документ в иллюстраторе сохраните в нашу папочку под именем 6 также вот этот документ который мы отправляли на экспорт сохраните на вашем google диске и прикрепите под видео которое вы смотрите с небольшим описанием как вы это делали сделайте это также стоит сказать что вот эти две обтравочные маски мы на экспорте увидели а вот эту третью обтравочную маску мы не увидели потому что она у нас применялась ко всему слою чтобы исправить эту ситуацию давайте объект не экспортируем а сохраним для pdf заходим файл сохранить как здесь выбираем адоб pdf жмем сохранить жмем сохранить заходим в папку нажимаем а вот видим здесь у нас отображается корректно все три обтравочные маски которые мы создавали либо давайте еще раз экспортируем но по-другому уже поведем команду экспорта и выберем уже команду экспортировать как здесь можно выбрать разные форматы давайте выберем jpeg нажмем экспорт здесь нажмем ok и видим в папке появляется соответствующий объект которым также корректно отображается три варианта обтравочной маски проделайте соответствующее действие в этом уроке мы также подробнее поговорили про параметры экспорта если будут вопросы по данному уроку задавайте спасибо за внимание жду вас следующем уроке мероприятия Продолжение следует...